С сегодняшнего дня проезжая часть плотины Днепрогресс принадлежит государству в лице компании Укргидроэнерго. В мэрии прошло официальное подписание соглашения, предусматривающего передачу объекта из коммунальной собственности города в государственную. По мнению местной власти, изменение юридического статуса транспортного переезда обещает Запорожью немалое преимущество. Ведь содержание такой автодороги в казне областного центра обходится в миллионы гривень. Приветствует такой шаг и Укргидроэнерго. По словам руководителя компании, поддерживать в надлежащем состоянии всю гидроэлектростанцию проще, когда у всего комплекса только один хозяин. Объект сдал. Объект принял. Я могу сказать, что мы в течение пяти лет добивались этого. Мы все время доказывали о том, что не может такое сложное гидротехническое сооружение находиться в разных руках. Столь ответственное сооружение, его действительно трудно делить. Сказать, это вот антодорожное покрытие, а это основной массив, а это плотина. У меня лично не было никаких сомнений, что это правильное предложение. Теперь у сегодня прогресса один хозяин государства в лице Укргидроэнерго. С сегодняшнего дня проезжая часть плотины, до этого числившаяся в коммунальной собственности Запорожье, принадлежит им. Местная власть не скрывает своей радости. Еще одной давней городской проблемой стало меньше. Но при этом и сторона, принимающая объект, тоже довольна. Послам руководителя Укргидроэнерго им будет проще заниматься обслуживанием электростанции, когда все ее элементы сосредоточены в одних руках. Средств на реконструкцию переезда нам хватит, заверил Семен Поташник. Планируется использовать кредитные деньги Мирового банка. Транш, который выражается в сумме 60 миллионов долларов. Так вот мы теперь будем включать, это я ответственно заявляю, в объем реконструкции Днепрогресс-2 не только оборудование, не только агрегаты. Это реконструкцию гидротехнических сооружений. Полноценную капитальную реконструкцию переезда предполагают сделать после того, как построят новые мосты, чтобы можно было безболезненно для города перекрыть движение транспорта на плотине. Пока же до конца лета собираются провести масштабную экспертизу объекта. А уже потом, если выявят слабые места, сделают необходимый плановый ремонт дороги.